Всем привет, с вами Игорь и сегодня хочу показать, то есть посмотрим, посмотрим насколько улучшится выработка вот этого поля, когда мы уберем вот эти вот затенения. Сейчас такая погода у нас, видите, солнца нет совершенно, поэтому мы их оба поля, кто не знает, у меня два поля по 4 киловатта, одно вот это вот и второе на крыше. Но на крыше там его ничего не затеняет, там высоко и деревья к нему вообще не достают. А вот здесь вот у меня, вот здесь вот затенение орешек немного тянет, видите, да? Вот я эти веточки сейчас обрежу и вот здесь вот чуть-чуть абрикоска тоже сбоку как бы, ну так не сильно, но все-таки есть. И я вам сейчас покажу на ваттметрах, мы пойдем в дом, посмотрим по ваттметрам, какая разница между этими двумя полями, хотя они абсолютно одинаковой мощности, напряжения и все, по ваттметрам. Вот видите, условия практически одинаковые, сейчас 12 часов дня, поэтому освещенность этих двух полей, она как бы одинаковая и они должны выдавать одинаково. Вот так, идем смотреть. И так, вот я уже возле своих ваттметров, и так, смотрим, что сейчас выдает поле на крыше. Так, ага, вот вторая строчка, 309 ватт. Это поле на крыше, к буква. Так, поле за домом на трекере 226 ватт. 226 ватт, 313 ватт. О, видите, разница 230 ватт, 311 ватт, 310 ватт. Ну, разница примерно получается 70 ватт аж. Вот, вот эти вот, буквально несколько листочков. Вот напряжение сверху, и под ним сразу мощность ватт, 230 ватт, 300 ватт. Сейчас я пойду обрежу эти веточки. О, ну, некоторые обрежу, некоторые загну просто под панели, и мы посмотрим, должна мощность с двух полей уравняться. Ну, что они у меня абсолютно одинаковые. Так, сейчас нажимаю на паузу, пойду резать. Итак, срезал я немного веток, вот на этой абрикоске. Уже видно, что как бы не достает тень. Ну, там та сторона ее оставил. Вот, убрал я те, с той стороны там персик немного тенил, и изверху орех. Ветки подрезал. Хотя его надо было полностью срезать, я ее, наверное, потом полностью срежу. Он мне там вообще не нужен. Солнце, оно как бы с этой стороны вообще в свете, то там следующая абрикоса, вот там большая, она не мешает. А вот орех, он как бы не в тему там вырос. Ну, ладно, идем смотреть, какой результат вот такого вот убирания веток. Итак, вот я пришел к квадметрам. После срезания веточек и смотрим, как у нас повлияло это на выработку. Уравнялись ли наши поля по мощности. Так, где тут у меня... О, вот, мощность на крыше. 350, видно, не видно, по-моему, видно. О, 354 ватта. Сверху напряжение, а снизу вторая срочка сразу ваты. 350. Тут тоже 350. Вот так вот, видите? Ну, напряжение, естественно, будет выравниваться, потому что у меня два поля запараллелины. 341. Наверное, туча. Тут уже 326. Тут даже больше стало. 330. 318. Видите, даже на том массиве, что я только что обрезал ветки, даже уже немного больше стала мощность. 320 ватт. Ну, сейчас дождь идет такой, вообще темно. Очень темно. 316 ватт. 330 ватт. 320. Даже немного больше. Даже немного больше почему-то. Не знаю, почему так получается, что даже получилось после обрезания веток немного больше. Ну, вот, какую я суть. 330 ватт, да? 315 ватт. Даже немного и больше. Не знаю даже почему. Видите, какая суть этого видео, насколько может влиять вот это незначительное затенение буквально несколькими листиками какой-то одной панели при вот таком вот последовательном подключении. То есть, затенения никакого не должно быть. Даже, я вам скажу, рядом не должно быть никаких листьев. Даже, ну, то есть, вот солнце светит прямо, когда солнце, например, светит на панель, да? Прямо вот так вот по проекции. Если будут рядом какие-то листья, то есть, они не будут попадать, не будут тенить на панель вот эти листочки с дерева, но они будут рядом с панелью. Сбоку там или сверху там выше немного панели. То есть, солнце полностью освещает панель. Тогда вот это вот, вот эти вот, как называл там один блогер, фантомные затенения, они влиять не будут. Но если солнца нет, и вот эти вот листья, они рядом как бы возле панели, вот, например, сама панель, да? И вот эти листочки вот так вот рядом будут стоять. Они какое-то создают вот такое вот, как тут говорил, фантомное затенение. Вот, так что их даже рядом не должно быть этих листочков. Вот, вот видите, сразу результат. Сразу вот срезал буквально несколько веточек. И вот, пожалуйста, у нас тут мощность не то, что уравнялась, даже почему-то и выросла, не понимаю почему. 295 ватт, а здесь 300 даже. 301 ватта. 297 ватт. 299 ватт, 300, тут уже 304, 305 ватт. 310 ватт. О, сейчас вот уравнялась, 311, 312. Тут уже даже что-то больше, 326. Ну, тут тоже 324, 326. Ну, вот видите, вот что значит затенение, да, для начинающих, так сказать, видео, никаких затенений быть не должно быть при последовательном подключении панелей. Даже какой-то несколько листочков рядом стоящих с панелями, рядом, даже не над панелями, а рядом, будут создавать вот это вот фантомное затенение рассеянного света. Я так понимаю, это потому, что на панель, когда нет солнца, вот, такая вот пасмурная погода, глубоко пасмурная, то солнце, оно как бы падает со всех сторон, не только прямо сверху, вот там, где солнце, оно сейчас есть. Оно как бы и слева, и справа, и сверху, и со всех сторон падает, и вот эти вот листья, они создают вот эти вот, как бы, фантомные затеи. Когда есть солнце, и вот эти листья рядом с панелью, они такого затенения не создают, поэтому они не влияют, вот это вот, ну, то есть солнце светит прямо на панель, панель выдает свою нормальную мощность, только положено, не влияет. А вот если листья рядом, и такая вот погода пасмурная, то, ну, видите, довольно значительно влияет на 270 ватт, на 300 ватт, 70 ватт, это в процентном соотношении, так, сколько это в процентах. Ну, сами посчитайте, сколько это в процентах, но это немало в процентах. Ну, вот такое вот видео сегодня получилось, ладненько, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока, до следующих видео.